Здравствуйте! Сегодня я приготовлю 4 вида тарталеток для праздничного стола. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления. Приятного просмотра! Питьевую воду комнатной температуры соединить с солью и размешать до полного растворения. Просеянную муку соединить с растительным маслом и соленой водой. Замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто. Ссылки на другие рецепты из этого теста оставлю под видео. Тесто подходит для постного стола. Накрыть миску пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре. Коврик слегка присыпать мукой. Сформировать жгут и разделить на 4 равные части. Каждую округлить. Три сложить в миску и накрыть пленкой. Ложки. Часть теста раскатать толщиной 3 мм. Примерный размер 30 на 20 см. Приложить столовую или другую ложку и прорезать тесто по контуру фигурным ножом. Заготовку перенести на тыльную часть ложки и прижать, чтобы тесто плотно прилегало до самых краев. Часто наколоть вилкой, так как тесто вздувается при выпекании. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 12-15 минут до золотистого цвета. Остудить и заготовки перенести на блюдо. Заполнить любым паштетом или икрой. Я использую крем из печени трески. Состав и способ приготовления в описании. Ссылка на аналогичные ложки слоеного теста с икрой в описании. Корзинки. Из второй части теста, раскатанного толщиной 3 мм, вырезать кружки диаметром в соответствующем диаметру формочек. Обрезки собрать в отдельный ком и хранить под пленкой. Тесто прижать к наружной стороне перевернутой формочки. Наколоть вилкой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 12-15 минут до золотистого цвета. Ссылку на рецепт тарталеток из песочного теста оставлю в описании. Заготовки получаются плотными и хрустящими. Не размокают от начинок. Корзинки я заполняю салатом. Рецепт можно найти в описании. Тарталетки можно испечь за неделю до торжества и хранить в закрытой таре при комнатной температуре. Звездочки. Третью часть теста раскатать толщиной 4 мм. Вырезать звездочки или цветочки. Каждую заготовку уложить на дно перевернутой формы для маффинов, тщательно прижать и обязательно наколоть вилкой. Выпекать аналогично. Готовые заготовки заполняю сливочным сыром. Ссылка на рецепт домашнего в описании. Из соленой красной рыбы сворачиваю спираль и устанавливаю в центр. Ссылки на рецепты домашней засолки рыбы в описании. Трубочки. Четвертую часть теста раскатать толщиной 3 мм. И нарезать полосками шириной 1,5-2 см. Для выпекания я использую металлические формы для трубочек. Ссылку на видео, где показано, как изготовить трубочки из фольги, можно найти в описании. Укладываю тесто на трубочку, так, чтобы последний виток заходил внахлёст на предыдущий на 2-3 мм. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 17-20 минут. Заготовки остудить и слегка прижимая к узкому концу трубочки, снять. Заполняю их салатом «Белочка». Можно использовать паштеты или сливочный сыр с разными наполнителями. Ссылку на постные паштеты для тарталеток оставлю в описании. Грессини. Из обрезков теста раскатать пласт толщиной 5 мм. Присыпать любыми семенами или сухими травами по вкусу. Слегка вдавить руками, а затем прижать скалкой. Нарезать полоски шириной 2 см. Каждую скрутить в спираль и выложить на бумагу для выпечки. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 17-20 минут. Остудить и подавать к закускам вместо хлеба, к вину или горячим напиткам. Делитесь этим видео с друзьями. Готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян. На канале приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok